доброго времени суток друзья здравствуйте сегодня мы с вами будем продолжаем тему а говорите о ягодах сейчас заготовка массовая заготовка ягод митвы драйвере бина калина сейчас созревание их а перед вами вот такая фиолетовая ягодка это у нас черника друзья очень хорошие ягодка но я немного истории скажу что у нас она центральной россии растет практически просто уже культивирована и растет она не везде так скажем родина считается северная америка но потом уже естественно там произошло такая культивация она бывает дикая она бывает домашняя всевозможная сладкая дикая более терпкая ну в общем разные виды не будем сейчас касаться потому что очень важная тема состав пользы вы даже не представляете какой огромный состав черники и просто я вас прошу чтобы вы заботились о своем здоровье и принимали вот во время вот сейчас осени и так далее и зимний период чередование этих ягод которые вы заморозите или засушите это на ваше усмотрение как вы сделаете это вы почувствуете пользу и не надо будет применять всевозможные поливитамины и так далее ладно по порядочку значит состав как всегда состав мы начнем состав богатейший друзья состав я вам даже сейчас говорить о соотношении и расскажу может даже не все знают что и не во всех источниках почему-то пишут по порядку черника богата витаминами а и c это все знают что витамин а это для глаз и так далее и тому подобное но это типа просто профилактическое средство она не лечит друзья все приправдают еще для глаз и так далее просто это витамины что называется так витамины в соотношении дневной норме друзья витамин к 24 процента немаловажа c 16 b6 3 е 3 в 2 2 на 2 процента минеральные вещества марганец 17 медь 3 калий 2 железо 2 и кальций 1 даже кальций есть значит ягоды содержится и фолиевая кислота и дубильные вещества эфирные масла польза черники а значит благодаря вот этим положительным воздействиям он очень польза черники наводействует ее такой состав что она воздействует положительно на весь наш организм точно все системы нервные и так далее и тому подобное для костей для сустав я вот еще хотел пока не отошла от состава хотела вот я вам сказать одно и показать даже вот химический состав свежих ягод вот смотрите друзья вот первое так вот вот например первое зала 0 3 грамма это не во всех ягодах есть зала 0 3 грамма но она есть но это и остальные я уже перечислила и не перечисляла такие как не от сын 0 39 грамм не во всех они бывают так это его хотела вам показать что так есть такой зала а для нашего организма как и для растений кто выращивает растение имеется ввиду помидоры перцы и так далее что нашим растением требуется зала то есть для подкормки чтобы растение были там сладкие тогда не буду внедряться и человеку тоже необходимо зала такой элемент химический как зала вот еще хотела показать схему значит какие хотела показать сразу найдешь значит какие микроэлементы вот она водной цинк марганец губы фэру железо я уже химическим этим пошла сейчас вот такая вот картина как она вырастет в общем я специально вот такую картину нашла чтобы вы видели как она растет так потому что не все видели я например тоже не видела как она произрастает так ладно я откликаю далее для костей и сустав для сердца и стенок сосудов для лимфатической системы для нервной системы вот я говорю для всех систем практически для всех ну для зрения это понятно для дыхательной системы для кишечника ну про кишечника попозже скажу вред что не всем можно употреблять для желудочного пузыря и печени немаловажно для желудочного пузыря и печени черника полезна для желудочного пузыря и печени это очень даже хорошо доза так что у кого эти проблемы есть приобретайте и периодически кушайте для кожи у кого экземы естественно для иммунитета обладает антисептическими действиями бактерицидными противоспалительными в общем помогает бороться одним словом с нашими вирусами борьба с раком при помощи черники ну тут раки у нас бывает разные там молочные пищеводы толстые кишки это опять профилактика значит и сразу про вред а вред и значит тут есть вред конечно вот такой интересный вред у кого аллергия на витамин c и мочекаменная болезнь вот потому что находится вот эти кислоты заболевания поджелудочной железы видите сколько здесь еще противопоказания сколько пользы и много противопоказаний одна из ягод где очень много противопоказаний повышение у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом то есть повышенная кислость плохая свертанность крови у кого тоже нельзя вот поэтому прежде чем вы просто будете даже кушать чрезмерно кушать то есть некоторые так хотят прям сразу съесть и зрение у них будет отлично нет такого не бывает значит прежде чем вы начнете употреблять эту ягоду обязательно проконсультируйтесь или хотя бы будете знать свои результаты анализа крови то есть там показывается про свертана говорится про свертанность крови хотя бы это вы должны знать то могут возникнуть непоправимые что называется результат не пользуют вред большой вред так что прежде чем применять какое-то либо ягоду или траву лекарственную там обязательно нужно все консультировать лист засушенный не знаю для чего все так консультироваться обязательно так же я говоря для женщин очень полезно но для деток полезно но опять все культуру тебя особо для деток потому что дети у них бывает аллергия ну естественно одессе вы дадите одну две что называется ягодки то есть организм будет уже привыкать ну и дальше как хранить ой как он как он нужно сохранить то есть сохранить то есть можно и варенье и смузи там всякие вы изготавливать мусы джемы повидло и так далее это это кулинарные но и остальное а другой значит способ это кулинарный способ а этот способ значит другие способы заморозка естественно польза большая вот я сейчас видела таблицу сразу видела таблицу соотношение значит пользы в замороженной в сушеные и вот эти вот соотношение в граммах что больше пользы выйдет в сушеный естественно морозовый больше пользы сохраняется практически все витамины и сушеные тоже но ни в коем случае не перетертая с сахаром вот таким вот такие вот друзья информацию я вам выдала так что приобретайте замораживать своих ларях холодильниках и так далее чтобы уже у вас они были а то и когда мы заболеваем мы сразу куда-то метаемся или вообще никуда не ходим а то вы достанете своего холодильничка и все у вас сразу под рукой или вот когда идет массовая эпидемия гриппа уже заранее можно употреблять все 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 ягоды масла и так далее то есть чередовать естественно не сразу массово это не лечитесь то есть не занимайтесь самолечением консультация и еще раз консультация с доктором здоровья здоровья берегите себя и пользуйтесь дарами природы это не просто так дары природы нам очень для нашего организма важны полезны так что приобретайте спасибо за внимание друзьям пока пока до новых встреч берегите себя